Друзья, я сегодня хотел бы поделиться коротким словом. И попозже мы еще будем иметь несколько песен, и попозже у нас еще будет молитва. С чего бы я хотел бы начать это короткое слово? С одного текста. Первое Коринфянам. Откройте, пожалуйста. Первое Коринфянам, 14 глава. Коринфянам, 14 глава. Девятый, амсори, восьмой и девятый стихи. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Стоит знак вопроса. Вы будете говорить на вечер. В Риме существовали определенные законы и правила. Некоторые из них касались труб. Хотя сам инструмент, как труба, появился задолго до появления еще Римской империи. Мы находим трубы еще во времена Авраама. То есть это тысячи лет до нас. Но самое в древности, самое развитое употребление труб было у римлян. У римлян было 43 вида разных труб и 43 вида разных сигналов. Особенно часто это употреблялось в армии. Когда армию утром или солдат утром будили, издавался один вид звука. Когда и шли на обед, издавался другой вид звука. Когда и шли на отбой, издавался третий вид звука. Когда нужно было двигаться, еще один вид. Когда нужно было остановиться, еще один. Когда нужно было армии повернуть влево или вправо, или отступать, или нападать. Были определенные виды звука трубы. И вот очень важно было и ценность была в том, чтобы трубач использовал правильную трубу и издавал правильный звук. Даже римляне организовали школу музыкантов. У них был свой шатецкий, и они организовали музыкальную школу по трубам. И каждый трубач должен был знать, в какое время, в какой ситуации, какой нужно издавать звук. Представьте себе, если бы, ну скажем, на утро, когда в 6 утра поднимается армия, отрубили звук отбоя. Или если нужно нападать, отрублят звук отступления. Очень важно, чтобы звук был качественный и правильный. Апостол Павел, смотрите, как говорит. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Что является недопустимым? Недопустимым здесь является нечеткость звука. Ценность трубы заключается в чем? В ясности звука. Так вот, я хочу сегодня поговорить. Об этом мы чуть уже говорили, но для кого-то это будет небольшое повторение, но для кого-то это будет напоминание, а для кого-то откровение. Так вот, о чем я хочу поговорить сейчас? Роль и задание церкви. Мы сегодня с вами остановимся на трех аспектах. Какие это аспекты? Первое. Я хочу, чтобы мы все это поняли. Вот как очень наш мы знаем, вот эти три стейтмента, чтобы мы знали отныне и присной, во веки веков. Аминь. Так вот, что же первое? Для чего я и наша церковь существует? Для чего Бог дал церковь на этой земле? Для чего она? Хочу, чтобы мы все это поняли и это практиковали. Номер один. Церковь существует для того. Номер один. Чтобы славить Господа. Церковь существует на земле, чтобы славить Господа. Посмотрите, как написано. Колоссянам 1.16. Колоссянам 1.16. Апостол Павел объясняет нам этот принцип. «Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано». Друзья, церковь существует потому, что она создана Христом для Христа. Мы на этой земле, чтобы Его славить. Мы живем для того, чтобы приносить Ему славу. Мы созданы не для себя. Мы созданы не для того, чтобы только себе служить, чтобы сами себе петь. Мы созданы, чтобы Его прославлять. Когда мы читаем о грехопадении человека, а перед этим мы читаем о грехопадении, которое произошло в небесах. И написано, что Люцифер, его первое имя Люцифер или Деница, сын Зари, еще другие тексты его называют. Мы же его сейчас называем Сатана или Дьявол. Так вот, первое его имя, он был ангел осеняющий. Он управлял в небесах славою, хвалою и хорами ангельскими. И написано, что он возгордился и был незвержен. И дальше написано, и он увлек за собою третью часть ангелов. То есть третья часть ангелов, небожителей, она пала, она была незвержена. Итак, задание дьявола было приносить Богу славу. Но он сам пал и третью часть ангелов с собой увлек или забрал. И нигде в Библии мы не находим, чтобы Бог где-либо решил досоздать ангелов. Нету такого. Но, друзья, Бога, Бога никогда не бывает ни в чем и ни в какой сфере не бывает вакуума. Бог создает себе не ангелов, не другого ангела, который бы наполнял бы небеса славой. Бог создает себе церковь. Поэтому, христиане, у нас нету по большому счету выбора. Если мы церковь, мы обязаны славить Бога. С одной стороны, это наш долг, это обязанность. С другой стороны, это наша честь. Честь и петь для того, славить того, кто нас создал. Да Бог мог бы и создать еще экстра ангелов, и они бы славили бы, играли бы, пели бы и трубили ему. Но Бог создает человека. Бог создает церковь. И я хочу пожелать всем нам, когда мы собираемся, чтобы мы благословляли Господнее имя, в церкви говорить «Аминь», «Слава Богу», «Аллилуйя», не грех. В церкви петь – не грех, грех молчать, грех закрывать уста. Но славить Бога – это задание и роль церкви. Вы скажете, а что, только устами можно славить Бога? Нет, не только устами, но устами тоже. Когда мы поем, когда мы говорим «Аминь», когда мы соглашаемся с прочитанными текстами, когда мы молимся, когда мы славословим, апостол Павел говорит в Новом Завете о жертвах, которые помимо ветхозаветних остались в Новом Завете. И одна из жертв в Новом Завете – это слава или жертва уст прославляющих Господа. Поэтому наше задание, как церкви, славить Господа. Вот почему в нашей церкви мы много поем? И я хочу, чтобы мы еще больше пели. И мы много молимся. Почему? Потому что эта жертва угодна Богу. Конечно, она должна исходить не только из уст. Она должна исходить из чистого сердца. Бога можно славить устами. Бога можно славить руками. Когда ты делаешь добро ближнему. Бога можно славить делами нашими, поступками, силем жизни. Все это. Я не говорю, что прославление Бога и слава Богу – это только воскресенье с двух часов, сколько мы берем. Когда завтра ты пойдешь на работу, слава Бога. Когда будешь прибывать в плентуса, ставить двери, лечить кого-то в госпитале, когда будешь учить, если ты учитель, слава Бога. Делай это так, чтобы Бог в твоем бизнесе, в твоей работе прославился. Когда мы читаем о Иисусе Христе, мы мало замечаем, или евангелисты нам мало описывают, сколько раз Иисус пел. Несколько раз мы только находим, что Иисус пел с учениками. То есть Иисус тоже пел. Я не знаю, был у него тенор или бас, алто или сопрано. Я не знаю, но знаем, что Иисус пел. Так вот, помимо того, что Он пел, Иисус в преддверии Своего вознесения, а перед этим Он был распят, вот Он молится в Своей молитве к Отцу Небесному. Еще Ему остаются короткие дни на этой земле, но Иисус говорит такие слова. Отче, Я прославил Тебя на земле. Что Он говорит? Я Тебе принес славу. Я жил для Твоей славы. И так и хочется сказать, Иисус, Ты на гитаре не играл, на барабанах не играл, в хоре не пел. Но Иисус добавляет, Я прославил Тебя на земле. И добавляет фразу, совершил дело Твое. Слышите, когда Вы делаете дело, то Бога прославляет не только уста, Бога прославляет наши дела. Разломить голодному хлеб, одеть нагого, поехать на миссию, сделать кому-то доброе, посетить больного, пойти на похороны, провести человека в последний путь. Это дела, которые прославляют Господа. Итак, роль нашей церкви, роль церкви Христовой на земле – жить для того, чтобы славился Бог. Когда-то Мартин Лютер, который жил 500 лет до нас, это реформатор из Европы, он сказал, что священник, который проповедует воскресенье и проводит мессу или, скажем, служение, точно так же служит Господу, как и доярка, которая доит добросовестно корову где-то у какого-то фермера. То есть в чем суть? Что Бога прославляют не только 10-20 человек в церкви. Вот Влад и группа, или там пастор и еще несколько служителей. Все мы, все, кто церковь, могут и должны прославлять Бога. Не все могут голосом красивым, не все так играют, как кто-то из гитаристов, музыкантов, пианистов, но все мы можем Бога прославлять устами, мыслями, делами, поступками, поведением. Итак, номер один – миссия церкви. Для чего церковь существует? Прежде всего – прославить Господа. Итак, друзья, завтра или даже сегодня мы пойдем с этого зала. Я хочу, чтобы мы всегда задавали вопрос. Прежде чем что-то делать, прежде чем что-то делать, я должен задать себе вопрос. Это прославит Господа или нет? Это прославит Господа или нет? Ничего не делайте, если это не приносит Богу славы. Если я собираюсь дом строить, это прославит моего Бога? Бог будет там. Я собираюсь идти учиться. Кто-то говорит, иди, там много денег. Я прежде всего должен ставить целью не деньги, не разбогатеть. Прежде всего – question number one. Это прославит Господа, потому что я на этой земле, у меня главная цель – прославить Его. Иисус говорит, я совершил дело твое, я прославил тебя на земле. Теперь у меня вопрос ко всем нам. Если мы церковь, а давайте я спрошу, кто из вас считает, кто из вас считает, что ты являешься церковью, частью церкви? Поднимите руку. Вот, почти все. Все, да, попустите. Теперь, если мы все церковь, у меня вопрос к нам. То, что мы делаем, оно Богу славу приносит или нет? Если приносит, тогда ты не зря, и я не зря живу на земле. Но если это не приносит Богу славу, а только мои карманы делает большими от денег, или еще от чего-то, или мне слава, или меня весь мир знает, какая разница, сколько меня знают? Вопрос, сколько через мою жизнь Его знают? Он центр вселенной, а не мы. Он на Голгофе умирал, а не мы. И даже люди должны не о церкви услышать, люди через церковь должны услышать о том, кто распят на Голгофском кресте. Он сердцевина вселенной. Итак, все, что мы делаем в учебе, в школе, в колледже, в университете, в бизнесе, на работе, дома, замуж выходишь, женишься, все, что мы делаем, словом или делом, Библия говорит, делайте для Господа. Он должен быть прославлен. Итак, вопрос, какая же миссия церкви? Миссия номер один – прославить Господа. Давайте мы вместе скажем вот эту фразу. Славить Господа. Миссия церкви – славить Господа. Ее дружнее. Славить Господа. Мы должны жить не для себя. Ой, таки гарное собрание, мне так полегчало. Ой, так гарно спевал. Или наоборот, они тебе песни выбрали по-английски. Мы же поем не только друг для друга, друзья. И вообще центром здесь не пастор, и даже не кто-то из нас. Центром должен быть Он. Он. Все для Него. Библия говорит, от Него, им и для Него. Он сердцевина. Он ядро. Нам в Америке как-то вот в западной цивилизации навязывается мышление. Ты глава всего. Ты центр. Ты, скажут украинцы, цось. Но, друзья, не мы. Он сердцевина. Он центральный в семье. Он центральный в обществе. Он центральный во вселенной. Итак, первое. Славить Господа. Второе. Задание церкви. Второе. Это взращивать себя. Смотрите, как Павел в Ефесянам говорит. Ефесянам 4.11. И Он, обратно здесь говорится, Он с большой буквы, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к созиданию святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Что здесь говорится? Что Бог поставляет людей, чтобы они служили друг другу и помогали взращивать друг друга, кормить друг друга. Бог дает дары. Кому-то Бог дает музыкальные, кому-то дары лидерства, кому-то дары приобретения финансов, кому-то дары учительства, кому-то пророчества, кому-то откровения. Бог дает много даров. Для чего? Не для того, чтобы мы одели эти дары на себя и сказали, у меня их больше, этих медалей. Вообще ни один дар и ни один талант не дается для человека. Дается человеку для служения другим людям. Другим людям пророк не имеет права только для себя этот дар держать. Пастор не имеет права держать этот дар для себя. Задание каждого, кто имеет дар, служить этим даром другим, чтобы другие могли расти и развиваться. Если имеешь дар учительства, вот ты читаешь Библию, и Бог тебе открывает глубины Слова Божия, то корми этим. Говорят, какая разница между учителем и философом. Учитель сложные доктрины Библии или сложные истины может, вот то сложное, очень просто доносить до народа. Это дар учителя. А философ, очень простые истины, очень сложно иметь такой дар доносить до народа. И те, и другие, я думаю, нужны в обществе. Потому что не все люди любят так банально, но как-то хочется, чтобы, конечно, был баланс. Так вот, я возвращаюсь к нам. Задание нас, как церкви, кормить себя. Вот почему я как пастор, да, наверное, вы уже кто с нашей Беттани церкви, да, вы замечаете, что мы большой акцент ставим на то, чтобы в каждое воскресенье было в церкви Слово. И второе, чтобы это слово было понятно. Вот почему в нашей церкви мы ставим акцент на Слово. Почему это важно? Потому что, когда церковь принимает правильную здоровую пищу, здоровая пища приводит к здоровью. Not healthy food приносит нездоровый стиль жизни, нездоровое здоровье. Если люди пьют energy drink и только, то рано или поздно начинают отказывать печень, почки и тому подобное. Я кого-то зацепил? Но если человек пьет здоровое молочко, чистую водичку или березовый сок или еще что-то такое, да, вкусненький хлеб, хорошенькое мяско, салатики, это приводит к здоровому стилю и здоровью в теле человека. Точно так же и духовно. Очень часто духовные болезни приходят туда, где не дается церкви здоровая пища. И люди начинают болеть, а потом и умирать духовно. Поэтому мы, как церковь, должны, во-первых, молиться друг за друга, кормить друг друга здоровой пищей. Вот почему мы желаем помогать друг другу России проповедовать здоровое Евангелие, петь хорошие песни, развиваться в разных департментах. Вот сегодня мы после того будем говорить о ячейках. Мы хотим, чтобы в нашей церкви работали ячейки, и чтобы они работали, как швейцарские часы. Цель ячеек, мы будем говорить, лидеров обучать. Все это должно быть. И это непросто. Ну давай что-то придумаем, лишь бы keeping busy себя. Нет, наша цель не просто занятость. Ведь Библия сама говорит, делают вид, делают суету. Суетятся, ничего не делают. Суть не в том, чтобы создать рабочий вид. Суть в том, чтобы иметь коэффициент коры сноидии. Как оно по-русски? Даже не знаю, простите. Да, вот, полезного действия. Что на выходе? Я, друзья, задаю себе вопрос, как пастор. Вот в марте месяце мы перешли сюда. С марта месяца наша церковь во многом выросла здесь. И еще больше выросла на Саут. Количественно. Сегодня на членском нашем, я буду говорить, если успеем, цифры, какие сейчас у нас на Норте, какие у нас на Саут. Но я больше себе задаю вопрос, за 8 месяцев или за 7 месяцев, пастор, задаю себе вопрос, церковь, которой ты служишь, духовно растет или нет? Вот что важно. Это духовный рост церкви. Вот что важно. Это духовный рост тела Христова. Мы должны взращивать себя. Мы будем добавлять яконо, мы будем добавлять пастори, мы будем поднимать и замечать молодых людей, чтобы вовлекать, и они могли в своем языке служить для своего поколения. Но цель одна. Не просто набрать много людей, чтобы говорить, ой, у нас столько команд, да там 10, 30, 40, 50 человек наш церковный борт. Не в этом цель. Цель в том, чтобы каждый член церкви мог взращиваться, расти. И у меня вопрос второй к нам. Вот кто-то из вас год как, скажем, заключил завет с Богом, кто-то из нас 10, 20, 30 лет. У меня вопрос честный к себе и каждому из вас. За время посещения церкви вы духовно росли или нет? И сейчас вопрос к Бетани Чорч и к тем, кто гостям, которые посещают. Если ты духовно растешь, правильный ты христианин. Если духовного роста нет, то не исполняем мы три главные функции церкви. Церковь на земле, чтобы расти. Павел говорит, вот поставил мерило и говорит, нам нужно стараться дорасти до возраста, до духовного возраста, которым владел Иисус Христос. Мыслить, как Он, любить, как Он, заботиться о людях, как Он, ненавидеть грех, как Он. Друзья, вот эталон, это возраст, это уподобление образу Иисуса Христа, внутренним качеством Христовым. Если проходят годы, я хожу в церковь, и уже на висках седина, а роста духовного нет, что-то неправильно с нашими церквями, с нашим христианством. Настоящая церковь, и церковь, которая заботится о своем росте, должна расти. Итак, первая миссия церкви – славить Господа, а вторая миссия церкви – давайте скажем вместе – взращивать себя. Еще раз, взращивать себя. Для этого есть функция служителей, а для этого есть и функция моя. Я должен молиться, я должен читать Библию, не папа вместо меня, не пастор вместо меня, это роль моя. Я должен слушать правильную музыку, я должен окружить себя правильными людьми, которые будут помогать мне. Я должен находиться в правильной церкви, просто по онлайн наблюдать со стороны за церквями и спикерами. Это неплохо, но этого мало. Я знаю, нас смотрят люди, которые в госпиталях, которые в тюрьмах даже находятся, в других странах находятся. Я вас как пастор благодарю, что вы вместе с нами смотрите наши собрания. Но обращаясь ко всем нам, братья и сестры, я прошу вас, давайте не выродимся в христиан, которые смотрят за церковью и за проповедями только в онлайн и только в своей комнате и только где-то там на стороне. Наше задание быть церковью, которая помогает друг другу расти. Мой дар служит благословением и ростом для других. Ваши дары помогают мне духовно расти. Поэтому задание церкви – славить Господа и взращивать себя. Вот почему у нас есть библейская школа, вот почему у нас будут ячейки, вот почему у нас все это мы делаем по одному или по одной причине. Мы хотим расти. Знаете, у нас с Лидичкой четверо дочерей. Четверо. Старшенькой – одиннадцать, младшенькой – три с половиной. И к нам еще никто не постучал в дверь сватать наших дочерей. Вы заулыбались. И я, знаете, я пока что еще не сильно переживаю. Но если бы моей дочери было, скажем там, много, больше лет, почему я не сильно пока переживаю? Я молюсь, чтобы Бог дал хороших затил. Не знаю их имена, но я говорю, Господи, первый мой зять, хочу, чтобы был, вот, благословляя его, второго, третьего, четвертого. Мужчины, у которых сыновья, взращивайте хорошо своих хлопцев, да. Мы стараемся своих дочерей. Но я о чем? Замуж выходят взрослые. Еще раз. На подростках, на детях, на младенцах не женятся. Если мы говорим, что Христос должен прийти и взять церковь, и она станет невестой Иисусу, она не должна быть духовным младенцем, подростком-тинейджером. Она должна стать совершенной. Она должна стать взрослой. Она должна приготовить себя, чтобы стать подвинет женихом. Но христиане, мы не должны быть духовными инвалидами, мы не должны быть младенцами, вот такими хилоньками. Мы должны расти. Если мы церковь, церковь должна соответствовать возрасту жениха. Ведь нельзя же, чтобы жених был и ребенком, на ребенке женится. Христос придет за церковью, когда церковь достигнет зрелости. И наше задание – взращивать церковь, чтобы церковь духовно росла. Давайте скажем «Аминь». Аминь. И третье. Задание церкви – это евангелизировать мир. Смотрите, как в Матфея написано. Последний текст мы читаем. Евангелие Матфея. 18 глава. Последний текст. Я уже закончил почти. Иисус сказал им «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Третье задание церкви – евангелизировать мир. Давайте вместе скажем. Третье задание церкви – евангелизировать мир. Для чего я, как церковь на этой земле? Чтобы славить Бога, чтобы кормить и взращивать себя и вокруг себя. И третье – чтобы евангелизировать мир. Завтра мы пойдем в общество. И завтра мы должны быть церковью. Не ждите следующего воскресенья, 17 числа, чтобы обратно сказать «Вот я церковь». Завтра в колледже мы церковь. На работе мы церковь. Везде мы церковь. Наше задание – евангелизировать мир. Не стыдитесь говорить благую весть там, где вы находитесь. Приводите в следующее воскресенье неверующих сюда. Роль церкви – это в том, чтобы открыть ту благую весть, которую Бог с неба подарил для человечества. Задание церкви – евангелизировать мир. Давайте мы поднимемся и совершим молитву. Субтитры создавал DimaTorzok